Всем привет! С вами снова Елена Беседовская. Добро пожаловать на мою праздничную кухню, где мы с вами готовим невероятно вкусную курицу по-царски. Курицу, фаршированную блинами с грибами. Это очень трудоемкое блюдо, но очень праздничное, эффектное при подаче и презентации. Гости будут в восторге, а хозяйка может считать это блюдо своей визитной карточкой. Есть несколько разных способов приготовления фаршированной птицы. Первое. Наполнить яблоками или апельсинами. Это очень ароматно. Второе. Наполнить рисом, гречкой, с добавлением оливок, сухофруктов. Это вкусно, но довольно просто. И третий рецепт, тот который я вам сегодня рекомендую. Нафаршировать курицу блинами, фаршированными грибами. Все ингредиенты у меня на столе, у вас на экране, а также внизу под видео, где вы найдете точное количество ингредиентов. Красную кнопочку подписаться и колокольчик, который будет оповещать вас о моих новых видео. Техника приготовления. Первое. Излечь кости курицы так, чтобы остался целым чулок из кожицы курицы. Второе. Заполнить пространство блинами, фаршированными грибами, припущенными на сковородочке с луком. Дальше мы собираем курицу и отправляем в духовку при температуре 180 градусов на время от часа до двух. Все зависит от вашей духовки и от размера курицы. Блины мы с вами уже неоднократно готовили. Вот ссылочка на рецепт. Так же, как и грибы. Часто бывали в моих видео уроках. Поэтому просто переходите по ссылочке, смотрите, как это все делается. Итак, приступаем к самому трудоемкому процессу. Нам нужно снять чулок из кожи курицы. Ловким движением руки я попала пальчиками в сустав. И вот теперь я должна ножку отделить от туловища. Есть. Надрезаем косточку в основании скелетика. Третья точка приложения, это вот отделить гузок от скелета. Очень аккуратно надрезаю и подтягиваю. Вот я дошла до надкрылка и теперь пальчиками найдя, где тут суставчик, отделяю его от скелетика. Все. В принципе, мы с вами справились. Итак, посмотрите, что у вас должно получиться. Вот, казалось бы, самая трудоемкая часть работы, но у меня ушло на нее 2 минуты. Беру немножко соли и смесь специй, которые мне нравятся. Здесь у меня черный перец, цветной перец, белый перец, душистый перец, есть тимьян и есть шелфей. Я это все хорошенько вот перетираю и сдабриваю кожицу. Все, подмариновали. И отправляем отдыхать, пока я буду заниматься блинами. Чем хороший этот рецепт? Что у нас не останется отходов. Каркас курицы, он нам пригодится. Мы из него сделаем куриный бульон. Грибы я использую белые, которые мы насобирали сами, своими руками в лесу, в Карпатах, летом. А вы, конечно же, можете использовать шампиньоны. Ну, те грибы, которые вы найдете. Сухие грибы я предварительно замочила, промыла несколько раз. Отварила в воде, подсоленной из белой луковицы. И, конечно же, я уверена в их качестве. Поэтому я использую те грибы, которые собираю сосны руками. Ну, или руками моих друзей. Грибочки только припускаем. Вы же помните, им еще томится в духовке. Осталось пропустить фарш через мясорубку. Сегодня у меня были крупные белые грибы. И поэтому я все перемелола на мясорубке. Если ваш грибок небольшой, просто мелко нашинкуйте. Спассируйте с мелко нарезанным луком. И смешайте с фаршем из куриного мяса. Сдабриваем солью и специями по вкусу. Добавляем 2 яйца. И хорошенько вымешиваем фарш. Итак, все полуфабрикаты готовы. Мы с вами начинаем формировать блюдо. Первым делом сделаю яичный клер. В нем мы будем обволакивать сформированные блины. Знаете, для чего? Для того, чтобы блины не рассыпались. Чтобы начинка не рассыпалась, когда вы разрежете курицу. Дорогие друзья, я постаралась в этом году сделать для вас какие-то новенькие блюда. А все новенькое, это хорошо забытое старенькое. Потому что эти рецепты, они были еще в Советском Союзе. И, конечно, их готовили мои бабушки, мама. Кстати, у меня мама шеф-повар ресторана. И там на банкетах, на свадьбах и днях рождениях, обязательно подавали такую курицу. Поэтому я знаю, как это готовит. И я знаю, как это вкусно. И сегодня я хочу поделиться с вами этим рецептом. И поделиться своим жизненным опытом. Когда курица готова, ее нужно аккуратно закрепить зубочистками. Прикрываю фольгой и отправляю в духовку. У меня 180 градусов, а время я вам скажу в конце, когда курица приготовится. Прошло 2 часа. Моя курица готова. А вы ориентируйтесь на свою духовку. Оп, оп, посмотрите. Посмотрите на эту красоту. С пылу, с жару. Все для вас. Блюдо трудоемкое, но очень благодарное. Результат произойдет все ожидания. И ваши гости, ваши любимые будут очень довольны. И главное, будут сыты. Я ее сейчас оставлю отдыхать минут на 30, а потом я ее разрежу. Потому что я очень хочу показать, какая она нарядная внутри. И как торжественно она будет представлять ваш новогодний стол. Как призывно хрустит корочка. Нежная, сочная, ароматная. Берите, пробуйте, готовьте. Готовьте, как я. Готовьте лучше меня. Готовьте для своих любимых. С вами была Елена Беседовская. До новых встреч. Счастья вам и здоровья. Кушайте вкусно. Живите долго.